Религиозное движение Церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней или Мормоны В начале XIX века в Америке Берет начало свою организация под названием Церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней Организатором был молодой человек Джозеф Смит Он потерпел неудачу, когда искал драгоценности Тогда вся Америка была одержима этим духом Не только духом оккультизма, не только духом рационализма, спиритизма и эзотеризма Но и все искали клады и сокровища Была так называемая, как впоследствии его крестили, золотая лихорадка И вот Джозеф Смит тоже искал такие сокровища Используя и лазу и прочие другие полумагические такие и суеверные инструменты Но понял, что это не так просто найти какой-то клад И тогда он, наверное, если бы знал такого предводителя саентологии, как Ронда Хаббарда Который некогда сказал, если хочешь разбогатеть, создай новую религию И тогда он объявил людям, которые его знали, что он нашел клад Но этот клад не просто драгоценности, а некое последнее писание Последний завет, который был дан там в Америке Особым пришествием Христа в эту страну Но давайте по порядку Сначала, как я уже сказал, в Америке было множество различных сект И хризматы Тогда набирали только свои обороты И баптисты, которые туда переехали из Европы И то самое аннобаптистское еще ранее движение, о котором мы с вами говорили И дух оккультизма, и дух спиритизма Но тогда Джозеф Смит решил обратиться к Богу с просьбой, чтобы он указал ему Были неудачи в поисках клада Чтобы он указал ему все-таки, как правильно верить в Бога И какая организация самая верная, которая есть в Америке Ему явился, как он пишет об этом и его последователи Не больше, не меньше, как и Анкреститель И он ему сказал о том, что никакая организация Все организации, которые есть, они неправильные И поэтому нужно создавать свою Потом он опять молился в лесу И ему явился не больше, не меньше, как Бог, сам Бог Отец и Бог Сын И сказали ему, да, то, что сказал Анкреститель, все верно Надо создавать свою самую правильную церковь Церковь Иисуса Христа святых последних дней Чем он и занялся Его рукоположил Иоанн Креститель Как его последователи опять же писали об этом По чину Иоанн Креститель рукоположил по чину Аарона А уже сам Бог Отец и Бог Сын Рукоположили его по чину Милхиседека Поэтому на нем есть два таких Было рукоположения По чину Аарона и Милхиседека До сих пор среди мормонов Церковь Иисуса Христа святых последних Дней практикуется такое рукоположение Одно считается выше, другое считается ниже И только, может быть, особо избранные Имеют два таких рукоположения Как объясняют мормоны, что откровение Последнего пророка, как я уже сказал Нашлось именно в Америке Где было указано Джодаву Смиту Что он на определенной горе Найдет последнее писание Они утверждают, что последнее писание Это книга мормона Которая является священным писанием По сути, для мормонов И была написана между 600 годом До Рождества Христова И 421 по Рождеству Христову Якобы целым рядом пророков-летописцев В ней, в частности, речь идет О пророке Лаедане Который, следуя голосу Божию Вывел целую группу евреев Как они пишут Из Иерусалима И доплыл до Центральной Или Южной Америки Как он так доплыл В 600 году по Рождеству Христова Это никто не объясняет Из Иерусалима Там он основал Как они пишут Грандиозную цивилизацию Это практически цитаты Из их литературы И Господь избрал Некого Нефания Младшего сына Лаедана Вожди народа Нефания требовал От людей Чтобы они соблюдали Закон Моисеев И предсказывал Явление Христа Но старший сын Лаедана Левий Отказался подчиниться Своему брату И тогда Произошел раскол Вслед за Нефанией Явились другие праведные вожди По учению пророчества Которых записывались На металлических таблицах Принесенных некогда Из Иерусалима Как они считали Вдобавок Закону Моисея Далее история такова Христос Как учат мормоны После своего вознесения Будто бы явился В новом свете То есть в Америке И вот цитата Из журнала Который выходит На 50 языках мира Мормонский журнал Который называется Леохонна Цитата Он также поставил себе Учеников В Америке После своего вознесения И дал им власть Творить свое дело Конец цитаты Мы с вами как-то говорили О том Что есть Если нет рукоположения И апостольской преемственности То такую организацию Например У протестантов Баптистов Адвентистов Харизматов Сидителей Югов Сложно назвать церковью В случае с мормоновым Мы видим Что они утверждают Что Христос Явился в новом свете То есть в Америке И там он поставил себе Учеников Здесь безусловно Мы с вами встречаемся С претензией На апостольскую преемственность Или лучше даже сказать На преемственность От самого Христа И как мы видели От ветхозаветного пророка Лаидана И так они считают Что явление Христа Положило начало Двухсотлетнему мировому господству Племени Нефания И Лаидана Но затем Вражда Разгорелась между ними С новой силой И последнего пророка Линии Нефания Звали Мормон Мормон Он видя неминуемую гибель Это Вот я читаю Потому что это фактически Краткие цитаты Из истории Как они себя позиционируют Видя неминуемую гибель Своего народа Он собрал Все древние записи И перенес Самое главное На Золотые Скрижали Мормон был убит В бою Это из их Всего учебника Истории В котором погибло Огромное количество людей И из всего народа В живых Остался один Только его сын Морони И вот этот самый Морони Вместе с Анкрестителем Вместе с Богом Сыном И Богом Отцом Воплоти Причем Отец являлся И Бог Сын Этот Морони Также являлся Неоднократно Джозефу Смитту И давал ему указания И особо дал ему То указание Где находятся Вот эти самые Золотые Листы На которых Написано Последнее Откровение И Сын Морони Из колена Лоидана Да Как самый верный Он добавил Запрещающие строки Летописи И закопал Золотые Скрижали Вот как Сказал Цитата Дабы сохранить Их до последних Дней Когда Господу Будет угодно Открыть Их Итак Джон Смит Находит Эти скрижали Пытается Их прочесть А люди За ним Записывают Ну что интересно Он залазал Там Под кровать Там у него Был огромный Сундук В котором Он якобы Хранил Эти золотые Золотые Листы На которых Было написано Последнее Откровение Но тут Сразу возникает Кстати вопрос Книга Мормона В Перемьерской Духовной Семинарии Была кстати Защищена Работа По эсхатологии Мормонов Она содержит Примерно Около Пятисот Страниц И вот Специалисты Разных Областей В том числе И специалисты По драгоценным Металлам Они говорят Что Если Например Самым мелким Шрифтом Даже разместить Эти Это откровение На золотых Листах То понадобится 200 А то и Около 300 Килограмм Более 200 Около 300 Килограмм Золота Причем Это должны Быть листы Самого Тонкого Проката Я не думаю Что такие Тогда были Технологии Тонкого Проката Золота Да и Здесь тоже Возникает вопрос Если Джозус Смит Так был Одержим Кладоискательством То 300 Килограмм Золота Да Навряд ли Потом Как он Говорит Они куда-то Исчезли Но Навряд ли Он бы Их не Использовал По своему Назначению Итак Джон Смит Уложил Якобы Эти 300 Килограмм Золота Или Свитки Под кровать В сундуке И люди Его последователи Которым Он Об этом Объявил Они Приходили Он туда Залазил Под кровать Открывал Сундук Да Ему Также Были Даны Очки На Вроде Урима И Тумима Те Самые Два Камня Кристалла Которых Описывается В Священном Писании Ветхого Завета Но Они Ему Были Даны Как Очки Он Их Одевая Якобы Только По их Средствам По их Особенности Он Посредством Их Мог Прочитывать То Что Там Было Написано А Люди Сидели Человек 10-15 Записывали За ним Но Однажды Эти люди Которые Записывали Они Сказали Дай нам Посмотреть Что Это За Свитки За Такие Мы Хотим Их Увидеть Но Джон Только Мне Потому Что Это Поручение От Мормона До Вот Этого Пророка Лени Лаидана О Котором Начал Говорить Смит И Даны Это Поручение Дано Только Мне Никто Не Имеет Права Тогда Там Произошел Даже Бунт Сказали Нет Мы Хотим Это Видеть И Им Удеваться Было Некуда И Они Залазили По Очереди Открывают Сундук Человек Наверное По-моему Двое Только Что-то Увидели Какой-то Свет В углу Остальные Ничего Не Увидели И Тогда Тем Кто Не Увидели Джон Смит Сказал Вы Имейте Глаза И Не Видите И Уши И Не Слышите А Человека Два Которые В щелочке Увидели Какой-то Свет Возможно Было Какое-то Отверстие В сундуке Сказали Да Мы Какой-то Видели Так В углу Свечения Тогда Он Сказал Вот Верные Рабы Да Те Люди Которые Кто Желает Увидеть Тот Увидел Далее Затем Смиту Явился Как Я Уже Говорил Да Это И Бог Отец И Бог Сын В этом Уже Было Сказано И Мормон Достаточно Активный В своих Миссионерских Движениях Все Люди Заряжены На Проповедь Своё Учение Один Из Президентов Секты Эзра Тафт Бенсон Однажды Призвал Членов Церкви Делиться Книгой Мормона Сказав Буквально Следующее Цитата Давно Пришло Время Наводнить Землю Книгой Мормона Бог Считает Что Нам Придется Держать Ответ Если Не Наводним Конец Цитаты И Они В общем-то Бросились Наводнять В Книге Мормона В числе Прочего Также Содержатся Учения О Многобожии Надо Сказать Сразу Что Учение О Боге У Мормонов Политеистично Они Политеисты У них Есть Свой Символ Веры Который Стоит Из Тринадцати Пунктов Они Между Прочем Свидетельствуют В этом Символе Вере Буквально Цитата Мы Верим Бога Отца Вечного И Сына Его Иисуса Христа Святого Духа И Казалось Человек Который Прочитает Первый Член Силы Веры Во что Они Верят Может Сказать Себе В общем То И мы Тоже Верим В Троицу Святую И они Оказывается Тоже Верят Поэтому Какие же Они Мормоны Там Или Какое Это Они Как Верят Как И мы Можно С ним Вести Диалог Но На самом деле Нужно Всегда Помнить Слова Священомученика Иринея Леонского Он Говорил Так И писал Еретики Произносят Те же Самые Слова Но Вкладывают В них Свой Смысл И Это Действительно Так Смотрите Что Они Понимают Под Таким Исповеданием Вот Например Один Из Президентов Церкви Мормонов Гордон Хинкли В их Журнале Леохона Который Выходит Как Я уже Сказал На Пятидеся Языках Так Я верю В Него Как Личность Отдельную И отличную От своего Отца Конец Цитаты Обращаем Внимание Он Говорит Отдельную То есть Отделенную И Отличающуюся От своего Отца Далее Хинкли Продолжает Цитата Когда Иисус Молится Отцу Он Конечно Молится Не сам Себе Они Различные Существа Различные По Сущности Конец Цитаты Видите Не Единосущен Отцу Как мы С вами Исповедуем Им же Вся Быша Как Сказ Никео Цареградском Символе Вере Еще Размышляя Святой Троице Из Рассуждений Хинкли Мы Читаем Следующее Цитата Они 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 Различные Существа Но Они Едины В Своих Целях И Усилиях Конец Цитаты Так Он Видит Единство Святой Троицы И Далее Цитата Их Объединяет То Что Они Осуществляют Великий Божественный План И Возвышение Детей Бога Конец Цитаты Джозеф Смит Например В 1820 Году Когда Ему Явился Бог Отец И Сын В Физических Телах Писал Следующее Цитата Небесный Отец Имеет Тело Из Плоти И Костей Такое Же Осязаемое Как Тело Человек Конец Цитаты Или Далее Еще Например Цитата Бог Когда-то Был Тем Что Мы Есть Теперь Бог Возвысившийся Человек Конец Цитата Это Цитата Из Книги Учения И Заветы Вышедшие В США То есть По Учению Мормонов Каждый Человек Может Стать Богом Потому Что Бог Когда-то Был Тоже Таким же Как И Человек Мы Знаем Что Если В Священном Писании Сказано Что У Бога Есть Руки Ноги Что Земля Это Подножий Ног Его Это Так Назваем Антропоморфизм Бог Как бы Преломляет Себя И В последние Дни Как сказано В Священном Писании Явился В Сыне Своем Беспрекословно Великое Благочестие Тайна Как пишет Апостол Павел В послании К Тимофею Бог Явился Во плоти Да Это Действительно То Что Произошло И Бог Себя Умолил Для того Чтобы Человек Мог Его Воспринять Но Мы Знаем Что Господь Наш Иисус Христос Явился Во плоти Согласно Халкидонскому Исповеданию Неразлично Неизменно Неслиянно Неразлучно Поэтому Поэтому Так Но Здесь Богу Отцу Приписываются И плоть И кости Так Прямо И написано Мы Видим Что Здесь Сказано О том Что Бог Когда-то Был Точно Так же Сказано Как И Человек Мормоны Считают Что Бог Это Всего Лишь Хорошо Развитый Человек Вот Еще Цитата Также Бог Так же Наделил Человека Набором Своих Собственных Человеческих Качеств Конец Цитаты Это Из Учебного Пособия Для Студентов Драгоценная Жемчужина Подобно Цитат В литературе Мормонов Мы Можем Найти Великое Множество Однако Они Не Могут Вести Нас Заблуждение Потому Что Мы Знаем Что Бог Есть Дух Помним Что Бог Бестелестен И Бестелестен И если В Священном Писании Говорится Как я Уже Сказал То Какие-то Качества Человеческие Богу Приписываются Но Повторю Это Антропоморфизм Мы Видим Что Мормоны Учат О том Что Бог Был Когда-то Тоже Человеком В Их Теории Есть Учение Также И О Предсуществовании Душ Мормоны Верят Что Душа Прежде Чем Ей Родиться Существует Как Некий Разумный Дух Который Проходит Различные Стадии Искушений Прежде Чем Воплотиться Здесь Человек Это Учение Которое Церковь Осудила Еще В VI Веке На V Вселенском Соборе Учение Оригена О Предсуществовании Души И Хотя Оно Было Ануфематствовано У Мормонов Оно Составляет Важнейшую Часть Веручения Называется Такое Предсуществование Души Предземная Жизнь Предземная Жизнь Души Приведу Цитату Из книги Драгоценная Жемчужина Которая Наравне С книгой Мормоны Мормонов Книга Мормоны Считается Сакральной Для них Там Сказано Это Один Из основных Учебников Того Самого Человеческого Предания Для Мормонов Более Свято Нежели Евангелие Вот что Там Сказано Цитата И ныне Господь Показал Мне Разумы Организованные До бытия Мира И среди Всех Этих Было Много Благородных И Великих И Бог Видел Эти Души И то Что Они Были Хорошие И стоя Среди Них Он Сказал Этих Я сделаю Моими Правителями Ибо Он Стоял Среди Них Как Среди Них Кто Были Духами Он Видел Что Они Были Хорошие Конец Цитаты Эти цитаты Здесь Даже Иногда Запинаешь Потому Что Настолько Корявый Язык Ну Вот Так Это Написано Итак Мормоны Говорят Что Этот Дух Уже Был Давно Разумный То Есть Который Вселяется В Утробу Матери Задолго До Зачатия Как Бо Он Уже Вселяется И Берет Свою Он Задолго До Время Зачатия Он Был В Космосе И Потом Проходят Различные Стадии И Потом Вселяется Вплоть Человека Когда Человек Зачинается И Вот Еще Например Цитата И Там Среди Них Стоял Один Подобно Богу И Он Сказал Тем Кто Были С ним Мы Сойдем Вниз Ибо Там Есть Пространство И Мы Возьмем Этой Материи И Мы Создадим Землю На Которой Эти То Духи Могли Бы Жить И Мы Испытаем Их Чтобы Увидеть Будут Ли Они Исполнять Все Что Господь Бог Им Заповедовал И Сказал Тогда Господь Сойдем Вниз И Сошли Они Вначале И Они То Есть Боги Устроили И Сформировали Небеса И Землю То Есть Вот Эти Самые Духи Оказывается По учению Мормона Они Еще И Формировали Землю А Теперь Они Ждут Новое Тело Которое Родится Для того Чтобы В него Вселиться Мы Видим Здесь Говорится Так же И о творении Этого Мира О том Что Не Бог Творец И Промыслитель А Ник Боги То Есть Речь Идет О Многобожии По Сути В этом Учении Мормонов Мы С вами Встречаемся С Политеизмом И Генотеизмом Когда Люди Верят Что Якобы Есть Один Бог Главный Но Уверены Что Есть И Другие Боги Также У Мормонов Учение Говорит О том Что Каждый Человек Который Сильно Разовьется Будет Жить По Заповедям Мормонов Станет Богом И Будет Управлять Другими Планетами И Вселенными Оба Учения Не Выдержат Никакой Библейской Критики Мы Знаем Что Бог Есть Творец И Кирилл Ярусалимский Свидетель Пишет По Этому Поводу Он Бог Слово Приведшее В бытие Все Из Ничего Единым Словом Конец Цитата Также Преподобный Андамаскин В точном Зложении Православной Веры Пишет Следующая Цитата Так Как Благой И Преблагой Бог Не Удовольствовался Созерцанием Себя Самого Но По Преизбытку Благости Своей Благоволил Чтобы Произошло Нечто Пользующиеся Его Благодеяниями И Причастные Его Области То Он Приводит Из Несущего В бытие И Создает Все Как Видимое Так И Невидимое Так же И Человека Состоящего Из Видимого И Невидимого Он Творит Мыслью И Эта Мысль Приводимая В Исполнении Словом И Совершаемая Духом Становится Делом Конец Цитаты Но Мормоны Верят Что Материя Была Вечна Они Считают Что Уже Из Какой То Первой Материи Первой Причины Боги Начали Творить Этот Мир Вот Еще Одна Цитата Он Собрал Материю И Сформировал Из Нее Этот Небольшой Кусочек Тверди Конец Цитаты То Есть Мы Видим Что Твердь По Учению Мормонов Оказывается Это Земля Но Мы Знаем Что Бог Именно На Тверде Небесной Как Мы Читаем В Книге Бытие Подвесил Солнце Луну Другие Планеты То Твердь Это Невесомость Но Никак Не Земля И Так Он Собрал Материю По Учению Мормонов И Сформировал Из Нее Этот Небольшой Кусочек Тверди И Вот Есть Цитата Такая Которая Тоже Можно Привести Материя Сдается вопросом Автора Учебного Пособия И Отвечает На Него Всегда И Вечно В Какой То Форме В Каком То Состоянии То Есть Она Была Всегда И Вечно Мы Видим Что Они В Некой Мере Материалисты И Верят В Первую Причину Материи Раз Материя Имеет Свойство Вечности И Постоянства Это Говорит О Что Она Имеет Некую Сущность Бога Можно Сказать Что Они Верят В Бога В Богов И Материю Единосущную Отцу Которым Вся Быша Вот Так Итак Здесь Мы Встречаемся Также С вами И С Пантеизмом И С Пантеизмом Видим Что У Мормонов Сталкиваемся Также На самом Деле С Ни С Чем Ным Как С Язычеством Вот Еще Одна Например Цитата Из Книги Мормонов Драгоценная Жемчужина И Сказал Мне Господь Это Звезды Управляющие И Имя Самый Великий Из Них Велик Из Них Колуб Потому Что Она Близка Ко Мне И Я Господь Бог Твой Я Установил Эту Звезду Чтобы Управлять Всеми Теми Кто Принадлежит К тому же Разряду Как И Та На Которой Ты Стоишь Конец Цитаты То есть Мы Видим Что Здесь Говорится О том Что Некая Звезда Управляет Другими Звездами Так Хочешь Сказать Тут Недалеко До Астрологии Следующее Заблуждение Мормонов Они Учат О том Что Конец Света Будет Скоро Да У них Есть Учение О Хелиазме О том Что Бог Будет Управлять До Конца Прежде Чем Придется Разрушение Этого Мира Тысячу Лет Тысячу Лет Также Джозеф Смит Его Последователи Верит Что Будет Не Два А Три Воскресения Из Учение Заветы Говорится О Необходимости Возвести Новый Иерусалим И начать Строить Город Божий В штате Юта В США Для того Чтобы Можно Было Там Принять Христа Есть Также У Мормонов Серьезные Заблуждения Вопрос Антропологии Как Мы Уже Видели Вопрос О Теологии О Боге Там Серьезные Заблуждения Бог В общем То Полностью Ему Приписывается Все Антропоморфное Но Также В вопросе Их О Человеке И О Грехопадении Мормонами Заявляется Следующая Цитата Адам Пал Дабы Люди Могли Быть Что Под Этим Подразумевается Следующая Цитата Потрясает Пониманием Этого Вопроса Вот Она И Ныне Вот Если бы Адам Не согрешил То Не Пал Бы То Не Пал Бы То Остался Бы В Саду Эдемском И Все Что Было Сотворено Должно Было Бы Остаться В том Же Состоянии В котором Оно Было После Своего Сотворения И Должно Было Бы Оставаться Навеки И Не Иметь Конца И Они Не Имели Бы Детей А Потому Они Оставались Бы В состоянии Невидности Не И Им Радости И Бо Не Знали Бо Горе И Не Делали Добра И Бо Не Иметь Радости Конец Цитаты То Есть По сути Мы Видим Что Здесь Говорится Следующее И Они Действительно В это Верят Что Грехопадение Было Просто Необходимо Для Того Чтобы Человеку Понимать Что Такое Зло Что Такое Добро Необходимо Чтобы Зло Существовало Поэтому Если Б Адам Не Пал То Не Было Б Людей То Таким Образом Они Говорят Что Этого Не Было То И Человеческий Род Дети Не Рождались Но Это Ложь И Заблуждение Мы Помним С вами Что В книге Священного Писания Первая Заповедь Которая Была Дана Человеку Плодитесь Размножайтесь Наполняйте Землю Она Была Дана Еще До Грехопадения Отцы Церкви Многие Спрашивают Как Бы Это Было До Грехопадения Если Это У Человека Было Совсем Другое Тело У Людей Была Совсем Другая Физиология Они Были Прозрачно Были Одеты Не В Кожаные Ризы А В Свет Благодати Божьей И Многие Отцы Говорят Не Знаю Как Это Было 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 Каким Другим Удивительным Способом Но Как Люди Впали То Теперь Сказано Было Еве Что В Муках Будешь Ты Рождать До Грехпадения Они Имели Эту Возможность Размножаться В Эдемском Саду И Рождать Детей Как В Свете Благодати Божьей Но Они Утверждают Что Нет Адам Хорошо Что Он Пал Иначе Бы Не Было Детей Они Говорят О том Что Падение Адама Было Необходимостью Вот Еще Цитата Так Как Дети Твои Зачаты В Грехе То Когда Они Начинают Подрастать Грех Начинается В Их Сердцах И Они Вкушают Горечь Дабы Они Могли Научиться Ценить Добро Конец Цитаты То По Их Утверждения В Общем Устречаем С Оккультным Утверждением Которое Можно Услышать И Прочитать У Блаватской И Рерих Их Последователей Что Просто Зло Необходимо Если Бы Не Было Зла То Невозможно Было Быть Явить Себя И Проявить Добро Карфакинский Собор В 252 Году Осудил Мнение О том Что Не Младенцев А Именно Поэтому Считают Мормоны Что Младенцев Крестить Не Надо Зачем Убирать Из них Зло То Есть По Сути Неокрещенный Младенец В Некой Мере Он Находится Под влиянием Дух Злого Поднебесного То Есть Под влиянием Бесов А Они Считают Что Крестить Не Надо Почему У Них Тут Своя Концепция Если Баптисты Адвентисты Говорят О том Что Крестить Нельзя Потому Что Человек Еще Не Верит И Не Может Осознанно Принять Решение Быть Ему С Богом Или Нет То Мормоны Идут Дальше В своем Учении Ближе К Оккультизму И По сути К Магизму О том Что Не Надо Крестить И Не Надо Зла Изгонять Если Изгоним То Человек Перестанет Понимать Что Добро По сути Здесь Учение Дуализма То есть О необходимости Зла Как такового И В некой мере Ему Теперь Приписывается В таком Гуманистическом Может быть Каком-то Понимании Некое Такое Состояние Бытия Собственного Бытия Независимости От Бога И Как я уже Сказал Карфагенский Собор 252 Года Осудил Мнение О том Что Не надо Крестить Младенцев В определении Собора Сказано Не Должно Возбранять Крещение Младенцу Который Едва Родившись Ни в чем Не согрешил А только Происшедше По плоти От Адама Воспринял Заразу Древней Смерти Через Само Рождение Как и сказано В Священном Писании В послании К римлянам 5 глава 12 стих Как одним Человеком Грех Вошел Мир Так Перешел Во всех Человеков Далее Далее Речь идет О том По мнению Мормонов Что грех Помогает Как я уже сказал Ценить Человеку Добро Вот например Цитата Падение Открыло Для детей Небесного Отца Двери Чтобы Они Могли Прийти В мир Получить Физические Тела И участвовать В великом Плане Блаженства Конец Цитаты То есть Мы видим Что Всячески Воспевается Грехопадение Человека Как некая Дверь В мир У мормонов Серьезно Также Как я уже сказал Искажено Учение О человеке Есть одно Еще очень Странное Учение В секте Мормонов Учение О крещении За умерших Когда После перестройки К нам в страну Хлынули люди Самых разных Вероисповеданий Было замечено Что мормон Очень интересуется Списками Покойных То есть Чуть ли не По гоголю Мертвыми душами Многие Дивы давались А знающему Человеку Все Было В общем-то Понятно Они Крестят Людей То есть Своих Они выискивали Тут мормонов Которые были в России Крестят Людей Задним числом То есть Выискивают Своих Родственников Каких-то Знакомых Стараются Креститься За них Веруют Что покойные Таким образом Тоже Окажутся В мормонской Организации Так Они поняли Текст Священного Писания 1 Коринфян 15.29 Где сказано Иначе Что делают Крестящиеся Для мертвых Если мертвые Совсем не воскресают То для чего И креститься Для мертвых Для чего И креститься Для мертвых На самом деле Этот текст Нужно рассматривать В контексте Апостол Павел До этого говорит 1 Коринфян 15.19 Если мы В этой только Жизни Надеемся На Христа То мы Несчастнее Всех Человеков Этот текст Говорит о том Что если мы Только в этой жизни То есть крестимся Ради того Что в этой жизни Как многие люди Заблуждаются Говорят Надо покреститься Чтобы все было хорошо Работа Карьера Жена Деньги побольше И вот апостол Павел Павел говорит Что если мы Только в этой жизни Надеемся На Христа То мы Сами Себе Делаем Несчастными Несчастнее Всех Человек Становимся Даже Не просто Как люди Несчастные А даже Несчастнее Тех Которые Не крещены Действительно Если мы Только в этой жизни Надеемся И крестимся По этой причине Дальше Да Здесь Есть Много Цитат Которые По Этому поводу Пожалуй Надо Несколько Конечно Привести Например Тод Кристо Ферсом Кто это Такой Сейчас Скажу Это Член Кворума 12 апостолов Церкви Иисуса Христа Святых Последних дней С 2008 Года Старейшина Вот он Писал Цитата Остается Однако Ответить На один Ключевой Вопрос Для того Чтобы Выполнить Милостивый И справедливый План Бога Как Умерший Человек Как Умерший Человек Спрашивает Он Может Креститься Эта Дилемма Решается Посредством Таинства Крещения За Умерших Которое Совершается В святых Храмах Конец Цитаты Пожалуйста То есть Мы видим Что Вникает Это странное Учение Крещения За мертвых Например В книге Учения И Заветы Также Сказано Цитата Должно Точно Составить Список Членов Семьи Которые Умерли Не имея Возможности Принять Крещение В церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней Все Записи Должны Содержаться В порядке Должны Быть Положены В архиве Святого Храма И Храниться В памяти Из поколений В поколение В поколение Конец Цитаты Святой апостол Павел Пишет Об этом Следующее Что Мертвые Ничего Не знают И Креститься За них Уже Не Возможно Только Святые угодники Божии Но Никак Не Люди Обычные Сказано Апостол Павлу По этому поводу Постание К евреям 9.27 И Как Человекам Положено Однажды Умереть А потом Суд Понятно Из этих Слов Что Невозможно Никакое Крещение После Того Как Человек Умер Все Нелепое Учение Да Но Люди Верят В это Также Мормоны Исповедуют И другое Учение Которое Связано С Предсуществованием Души Вот Те Учение Многоженствия У мормонов Есть это Учение Полигами Связано С учением Предсуществованием Душ Есть То есть Души Томятся По небу Стучат Как они Пишут В некоторых Журналах Для того Чтобы Вселиться В тела Душ Очень много Тел Не хватает Поэтому Один Мужчина Может Сразу Иметь Несколько Жен В качестве Жен Этот Принцип Называется Принцип О Множественной Супруги И они Сочетались Долгое Время Пока Там В Америке Не был Запрет На Многоженство И потом Якобы Они От него Отказались Но Нигде У них В их Литературе По крайней Мере Я не Встречал Официального Отказа От Многоженства И Как Говорят Знающие Мормонов Что В общем То Такие Традиционалисты Мормонисты Они Это Практикуют И До Сегодняшнего Дня Это Учение Сказали Да Мы Подчинимся Закону Но Вероучительно Никто Это Не Опровергал Итак Деторождение Также Входит В круг Обязанности Доброго Мормона Но Не Просто Потому Что Он Любит Детей А Потому Что Духов Ему Жалко Дух Поднебесный Которые Ждут Новые Тела Чтобы В них Вселиться Но Это Понятно Если Человек Рождается Его И Не Крестят И Не Приобщают Благодати Божией То Кто Живет В этих Телах Так Они Делают Вывод Что Христос Был Женат На Двух Мариях И На Марфе То Есть У Христа Тоже Было Несколько Жен А Также Имел Детей Если Бы Как Они Утверждают Этого Не Было Он Как Они Считают Не Достиг Божественного Совершенства Вот Что Об Этому Сказано Например У Вуд Рафа Это Тоже Один Из Старейшин Вуд Раф Президент Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней В конце Был Президент В конце 19 Века Цитата Это Обязанность Молодых Мужчин Сиона Брать В Жены Дочерей Сиона И Готовить Скини То Есть Физические Тела Для Духов Людей Кое Есть Дети Нашего Небесного Отца Они Ждут Свои Тела Им Предназначено Прибыть Сюда И Они Должны Родиться На Земле Сиона А Не Вавилоне Конец Цитаты Как Понимается Рай И Ад В своем Учении Посмертные Участи Людей Мормоны Склоняются К Универсализму И Они Говорят Что Для Все Люди Попадут В Рай Но Они Будут Просто В Разной Степени Спасутся Все Это Учение Мормонов Спасутся Все Неверующие Войдут В Телестиальные Парапсихологические Небеса Верующие Но Немормоны Войдут В Телестиальные Плотские Небеса Сами Мормоны Войдут В Целестиальные В Истинные Небеса Такая Градация Сами Своей Семьей Поэтому Чем Больше Жен Чем Больше Детей А Значит Больше Подданных Которыми Можно Будет Править Став Богом После Смерти И Там Также Говорится О том Что Эти Люди Крещеные За Которых Человек Крестится Если Он Станет Богом А К этому Все Стремление Каждому Благочестивому Мормону Стать Богом По Сущности Не По Благодати А По Сущности И Управлять Целыми Планетами Которые Он Будет Создавать Поэтому Нужно Больше Жен Больше Детей Больше Тех Слух Которые Будут Его Обслуживать Поэтому Смысл Жизни Для Ромадона Стоит В том Чтобы Родить Как Можно Больше Детей И Прочее Если Кто Из Верных Умрет Не Успев Нажить Жен И Детей В Необходимом Количестве Необходимо Для того Чтобы Воспользоваться Уважением За Огром Мир Кто Нибудь Из Друзей Может Взять Себе Несколько Жен Во Имя Покойника Такая Практика Тоже Есть И Вырастить Ему Недостающее Потомство Все Они Будут Зачтены Покойнику И Соответственно Повысят Его В рейтинге Итак Мы Видим Что От Христианства В этом Учении Уже Ничего Не Остается Может Быть Только Частично Какая Терминология Которой Они Пользуются Итак Мы Видим Здесь Политеизм Что Заявление О том Что Человек Был Когда-то Богом И Кто Такой Бог Это Развитый Человек Мы Видим Учение О Предсуществлении Душ Что Какие-то Духи Якобы Ждут Когда Вселиться В тела Мы Видим Также Учение О Полигамии О Многоженстве Для того Чтобы Приготовить Побольше Этих Тел Для Того Чтобы Вселились Эти Духи В Эти Тела С Одной Целью Чтобы После Этой Жизни Всякий Мормон Сделавшись Богом У него Был Обслуживающий Персонал В мире Подустороннем Крещение За Умерших Тоже Совершенно Не То Что Христианское Совершенно Непонятная Практика Совершенно Какое-то Вредное Вредоносное Учение Но Тем не менее Мы Видим Здесь И Такой Скажем Так В некой Мере Гуманистический Кивок Что Ли В Сторон Всего Человечества Это То Что Все Наследуют И Все Наследуют Рай Но Просто В разном Качестве Не Верующие В свои Какие-то Небеса Ну Конечно Благочестивый Бог Мормон Предусмотрит Для них Какую-нибудь Сферу Деятельности Некого Такого Гастарбайтера Или Еще Кого-то В Царстве Божьем Поэтому Так Мы Видим Что у мормонов Есть страшные Искажения Веручения Которые Даже Исповедуют Некоторые Христиане И Так Мы Видим Что Это Учение Мормонов Так Назваемой Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней Как Они Себя Именуют Самое Обычное Язычество В оккультной Обертке Все Глава 2-я глава 1-й стих Где Сказано Посему Мы Должны Быть Особенно Внимательными К Слышанному Чтобы Не Отпасть Не Всякому Духу Верьте Как Сказано В Священном Писании Но Испытывайте Духов От Бога Ли Они И Также Апостол Павел Послание Галатам 1-я глава 8-й стих Предупреждает Если Даже Ангел С неба Кстати У мормонов Есть Еще Учение Учение О том Что Якобы Ангелы Могут Жить Среди Людей В Обычных Таких Физических Телах Как Некие Джинны Что Ли Может Быть Они Заимствовали В Исламе Не знаю Откуда Что Они Имеют Свои Тоже Физические Тела И Люди Могут Просто Об этом Не Знать Мы Помним Слова Апостола Павла Если Даже Ангел С неба Будет Вам Благовествовать Не то Что Мы Вам Благовествовали Будет Анафема Поэтому Так Будем Держаться До Своего Исповедания И Будем Снова Повторю Внимательны К слышному Чтобы Не Отпасть Спаси Христос Внеси Свой Вклад Оцени Подпишись И Поделись Этим Видео Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует